Уважаемые выпускники, начинаем урок русского языка. Сегодня мы с вами повторим задание номер 16. Это пунктуация в сложно сочиненном предложении и в простом предложении с однородными членами. Задание номер 16, если вы успешно решите этот тест, вы получите 2 балла. Для того, чтобы грамотно выполнить задание номер 16, мы с вами будем делать шаги. Первый шаг обязательно в каждом предложении вы начинаете с того, что должны найти грамматическую основу. Давайте посмотрим первое предложение. Синички перелетали с ветки на ветку, висели вниз головами на тонких ветвях березы. Грамматическая основа у нас синички перелетали и висели. Одна грамматическая основа значит это простое предложение. Перелетали, висели. Кто что делали? Синички что делали? Перелетали. Синички что делали? Висели. Это однородные сказуемые, потому что мы ставим вопрос от одного и того же слова, и сказуемые выражены глаголом. Значит, это однородные члены предложения. Но давайте посмотрим, как мы читаем это предложение. Синички перелетали с ветки на ветку, висели вниз головами на тонких ветвях березы. Мы перечисляем. Синички перелетали, висели. Значит, интонация перечисления. И значит, мы должны что сделать? Первое сказуемое делить от второго сказуемого запятой. Так, значит, это у нас простое предложение с однородными сказуемыми. И вот как раз мы поставили запятую. Так, дальше идем. Второе предложение. Вол распластался на пыльной дороге и с какой-то покорной безнадежностью жевал свою бесконечную жвачку. Опять-таки находим грамматическую основу. Вол распластался. Так, жевал. Ну а теперь давайте обратим внимание. Опять-таки однородные сказуемые. Но как они соединяются? Соединяются они союзом И. И мы тогда запятую, естественно, не ставим. Как можем проверить? Мы можем опустить вот этот союз И. Давайте прочитаем без союза И. Вол распластался на пыльной дороге. С какой-то покорной безнадежностью жевал свою бесконечную жвачку. Опять-таки интонация перечисления. И мы проверили, что это однородные сказуемые. Но запятую мы не ставим. Запятую мы не ставим при однородных членах предложения, когда они соединяются одиночным союзом И. И. Либо. Или. Да. В значении И. Вспомнили правило? Третье предложение. Посмотрим. Пушкин создал замечательное произведение не только в стихах, но и в просе. Опять находим грамматическую основу. Пушкин создал. Так. Замечательное произведение. Грамматическая основа одна. Простое предложение. Давайте поставим вопрос к другим членам предложения. Создал что? произведение. Создал произведение какие? Замечательные. Так. Это у нас определение. А это у нас дополнение, да? Так. Создал замечательное произведение как? В стихах. Еще как? В просе. Значит, вот мы задаем от одного и того же слова один и тот же вопрос. Вопрос. Значит, это у нас обстоятельства, однородные обстоятельства. Потому что мы доказали от одного и того же слова один и тот же вопрос. И, опять-таки, одна и та же часть речи. Но давайте посмотрим, как они соединяются. Не только в стихах, но и в просе. Двойной союз. Не только, но и. Но и. И мы этот двойной союз должны обязательно между ними что сделать? Поставить за пятую. Обязательно должны. И первая часть двойного союза перед первым однородным членом. А вторая часть перед вторым членом предложения. Ну и к слову, хочу обратить ваше внимание. Вот использование, употребление вот этого двойного союза. Иногда еще вот такие предложения, но только в неправильном его составленном варианте бывает в задании номер 8. Поэтому обратите. Обязательно двойной союз не только употребляется вторая часть, но и. Обратите внимание. Так. Ну давайте дальше посмотрим. Так. Следующее предложение. Любовь не знает страха и отвергает страх и восстает из праха. Давайте посмотрим. Опять-таки грамматическая основа. Любовь не знает и отвергает. Восстает. Простые предложения, одна грамматическая основа и опять однородные, сказуемые. И опять можем обратную проверку сделать, как я до этого вам ваше внимание обратила. Любовь не знает страха, отвергает страх, восстает из праха. Мы можем так про себя думать, да? И мы тогда, вот посмотрите, пожалуйста. Повторяются союзы, и мы тогда ставим обязательно запятые. И проверили. Любовь не знает страха. Вот вместо зачеркнутого «и» ставим запятую. Отвергает страх. Опять «и» зачеркнули, восстает из праха. Это очень хороший способ проверки. Можете так работать, поупражняться дома. Ну а теперь сложно сочиненное предложение. Вот в этом тесте будет сложно сочиненное предложение. Давайте посмотрим. Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увёл своего гостя в комнату. Так, оба приятеля поцеловались. Первая снова. Манилов увёл. Первое предложение, оно самостоятельное, да, ребята? Оба приятеля очень крепко поцеловались. Можем точку поставить. Второе предложение. Манилов увёл своего гостя в комнату. Второе предложение. И два самостоятельных предложения соединяются с союзами, и мы должны обязательно между ними поставить запятую, потому что это основное правило. В сложносочненном предложении перед союзами мы всегда ставим запятую. Так, следующее предложение. За заводами кончился город и начинались поля. Давайте найдем опять грамматическую основу. Кончился завод, город, извините, и начинались поля. Ну, а теперь посмотрим. Кончился город. Где? За заводами. Обстоятельства. Так, начинались поля. Где? За заводами. Вот видите, два предложения самостоятельных, но у них что? Есть общий член предложения, который относится и к первому предложению, и ко второму предложению. И тогда мы перед союзами запятую не ставим, потому что общее слово. Вот. И третье предложение. По сообщениям синоптиков завтра похолодает и выпадет снег. Похолодает, выпадет снег. Опять две основы, да? Но завтра похолодает по сообщениям синоптиков, выпадет снег по сообщениям синоптиков. Вы знаете, вот это у нас что? Вводное словосочетание. И значит, тоже общее для первого и для второго предложения. Поэтому мы опять запятую не ставим. Ну, и еще какие у нас есть случаи, когда мы не можем поставить запятую. В сложном предложении, если в сложном предложении есть одно общее, опять, предаточное предложение, то то же самое. Вот как в этих случаях вы не будете между ними, вы между ними не поставите запятую. Так. Как и в этом, и в этом случае. Когда мы еще не ставим запятые в сложносочиненных предложениях? Это очень редко бывает в кимах, где задание 16-е. Но все равно давайте вспомним. Это когда два назывных предложения, или когда два восклицательных, два вопросительных и побудительных предложения. Тогда мы тоже между ними не ставим запятые. Вот основные правила, которые вы должны знать, когда будете решать 16-й тест, 16-е задание.